Приводится в имам Бухари слова посланника, который указал на то, что перед сутным днём в исламской общине появятся такие, которые разрешат мужчинам носить золото, шёлк и разрешат для всех кино и музыку. Скажут, что это халяль, дозволение. Что происходит в наше время, далеко ходить не нужно. Посмотрите на ту же музыку. Сколько в исламской общине есть тех, кто стали её допускать, сделали её дозволенной вещью в исламе. А ведь это то, что взращивает в сердцах лицемерии. Посмотрите на слова Всевышнего. Аллах не спасла лучший рассказ. Книгу с похожими повторяемыми частями, от которых съёживается кожа тех, которые боятся своего Господа. Затем смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха. Первый вопрос каждому мусульманину и мусульманке. Из тех ли ты, чья кожа съёживается, покрывается мурашками в тот момент, когда ты слышишь Куран? Из тех ли ты, которые плачут от страха перед Всевышним? Из тех ли ты, которые размышляют над аятами этой небесной книги? Из тех ли ты, кто по-настоящему любит слушать Куран, а затем находит свою душу в счастье и спокойствии от того, что слушал слова Всевышнего? Когда проходит дни, в которые ты не слышишь Куран, голодна ли твоя душа? Скучаешь ли ты по Курану? Если ответ нет, то, скорее всего, ты из тех, кто слушает музыку и наслаждаются песнями. Может быть, кто-нибудь спросит, а какая связь между размышлениями над аятами Курана, прослушиванием песен и музыки? Хорошо. Поистине, музыка и песни – один из тех грехов, которые делают запретным для сердца слова Всевышнего и размышления над ними, потому что песня и музыка – это Куран шайтана, а в сердце человека никогда не смогут собраться Курану Рахман и Курану шайтан, Куран милостивого Аллаха и Куран проклятого сатаны. А доказательства на то, что песня и Куран шайтана и то, что песня и музыка являются запретными, очень много, сказал Всевышний Аллах в своей книге. Среди людей есть и тот, кто покупает забавную, развлекательную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания и обращает это в забаву, а не те, для которых унизительное наказание. Аллах говорит, «Лягбаль-хадис» – забавные, развлекательные истории. Спросили Ибнумасуда, рада Аллаху Ангума, «Ой, Ибнумасуд, что такое «Лягбаль-хадис»?» «Забавная история». «Какое значение у этого слова?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, поистине это песни». Сказал Абнумас, рада Аллаху Ангума, «Это песни и то, что на них похоже». Сказал Муджахид, рахима ла Аллах, ученик Ибнумаббаса, «Это песни и другое, что похоже на них, испороченности». «И это же сказали имамы в толковании Курана, такие как Икрима, Хасан Басри, Саид Ничубайр, Фатады и другие». Также Аллах говорит в своей книге о том, что было сказано шайтану, «Соблазняй, кого ты можешь из них». «Твоим голосом», сказал Ибнумаббас, рада Аллаху Ангуму, «Колос шайтан, это песни и свирель», сказал Дахак и Хасан Басри, «Это свирели и буби», сказал Куртуби, «Ивнук Асир, Саид Тавсира, это песни». «Посмотрите, что сказали сахабы и табиины, имамы, это община о музыке и песне». Сказал Абубак, рада Аллаху Ангума, «Лучи в этой общине, песни и музыка, свирели шайтану». Сказал Абдулла, Абнямасаут, рада Аллаху Ангуму, «Песни, это то, что взращивает в сердцах лицемерия». Сказал Абдулла Зиз, «Песни берут свое начало от шайтана и находят свой конец под гневом. Милости было Аллаха». Говорил имам Абханифа, «Песни — это грех, который сразу же нужно оставлять». Сказал Шафиэй, «Песни — это порочное развлечение, и тот, кто увлекается ими, то он слабоумный, у которого не принимается свидетельство». Сказал имам Абханифа, «Песни — это то, что взращивает в сердцах лицемерия». Это что касается... Продолжение следует...